Манна Лароса Манна Лароса Что касается ресторана Манна Лароса, то это место уже стало популярным для жителей нашей страны. Это место, где делают лучшие коктейли, проводят вечеринки по пятницам и субботам, на которых можно отдохнуть и потанцевать. И, естественно, днем можно просто прийти в ресторан. Мы немного расширили Манна Лароса, добавив кафе. Ну что, познакомимся с коктейлями ресторана Манна Лароса. Крис является барменом этого ресторана. Я хочу узнать, что новенького есть и что мы будем готовить, Крис. Сегодня приготовим простой коктейль, который вы смело и с легкостью можете приготовить дома. Наливаем текилу, апироль, сок лайма, сахарный сироп и то, что придаст коктейлю такую кремовую текстуру – это белки. Этот коктейль придумал наш так называемый экзотический бармен Давид. Он родом из Коста-Рики. Кстати, в нашем меню есть минимум один коктейль от каждого бармена. Наше место действительно очень популярное. Например, в Тайбокс столик нужно бронировать минимум за неделю, иногда даже за две. На выходных, помимо вкусной еды, гости могут прийти потанцевать, поскольку у нас всегда играет диджей. К тому же впереди день Святого Валентина и 8 марта. Что касается интерьера, то им занимался дизайнер Сохофон. Многие вещи были привезены из Индии. Также здесь можно наблюдать античные предметы. Некоторые были собраны прямо здесь на месте. Например, на потолке у нас самый большой в Балтии диги рисунок. Также у нас часто проводят художественные выставки, как друзья Сохо, так и очень креативные художники. В наших ресторанах есть хорошая возможность проводить различные мероприятия. На верхнем этаже зал рассчитан на 55 мест. Один большой зал и несколько поменьше. На нижнем вмещаются до 150 человек. Так что возможностей и вариантов много. И в плане цен тоже всегда можно договориться. Рядом с рестораном Мана Ла Роса находится ресторан Тай Бо на втором этаже. И Сергей, я так понимаю, специализируется изначально на тайской кухне? Да, и владеет полностью европейской тоже. И тогда что-то тайское. В Тай Бо нужно приготовить что-то тайское. Да, это тайская еда. Что это будет сегодня? Это будут креветки в тайском соусе, в соусе чили. Сергей, вы мне до этого сказали, что в принципе это очень легкое тайское блюдо, а заключается все в соусе. Почему? Да, потому что все продукты используются, все обычные, которые везде доступны. А вот сами соуса варятся по особым рецептам. И дома не каждый сможет их сделать, потому что идут некоторые ингредиенты, которые надо знать в соотношении. Сергей, а ваше тайское блюдо любимое какое? Ну, больше всего в этом ресторане мне нравятся креветки, которые обернуты в рисовые макароны и обжаренные в фритюре. Идут они 4 штучки на порцию, подаются соусом чили. Очень вкусно, как закуска. Больше всего мне понравилось, что блюдо это ждать 5 минут. И оно очень-очень вкусное. Креветки изумительные, мягкие, свежие. В общем, приятного аппетита. Приходите в тайбу, пробуйте. Очень вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!